Здравствуйте, дорогие зрители! Сегодня мы беседуем с главным научным сотрудником и научным руководителем Института физики твёрдого тела, академиком Виталием Владимировичем Кведером. Виталий Владимирович, здравствуйте! Здравствуйте! 15 февраля Институт отметил свое 60-летие. Сердечно поздравляю вас с такой круглой датой. Что это за дата для вас и откуда берет свое начало Институт физики твёрдого тела? Смотрите, 15 февраля 1963 года было принято решение основать наш институт. Так удачно совпало, что тогда директором был назначен академик Курдюмов, который, собственно, все это затеял. А замдиректора, который, собственно, реально основную часть работы сделал, был Юрий Андреевич Асипян. И 15 февраля как раз был день рождения Юрия Андреевича Асипяна. Поэтому удачный такой подарок ему получился. И был создан замечательный наш институт действительно. Идея была очень простая. То есть в то время и до сих пор физика твёрдого тела это вообще наука такая очень обширная. Если посмотреть физические науки наши, то хотя их много ядерная физика, физика плазмы есть, там много всего, оптика и так далее. Но физика твёрдого тела или, как сейчас говорят, конденсмента, физика конденсированного состояния, это одна из очень больших кусков. И прелесть этой науки заключается в том, что там от фундаментальной части до прикладной очень небольшое расстояния. Скажем, в астрономии это в основном фундаментальная наука, как вы понимаете. Ну, ядерная физика там есть и прикладная, и фундаментальная. Но вот в физике твёрдого тела вы получаете результат, который довольно можно быстро использовать для практики. Поэтому такое двойное удовольствие. Вы знаете, когда Рене Декарта спросил, и спросили, значит, что он думает о науке. Он ответил замечательно, мне очень нравится. Он сказал, что мы занимаемся наукой либо ради практических удобств, для извлечения практических удобств, либо ради не омрачевого ничем наслаждения от созерцания истины. Вот фундаментальная наука, она занимается, она не думает о практических применениях, правильно? Она думает, она основана на любопытстве. То есть вот людям просто интересно знать, как устроена природа. И когда вы открываете счёт нового, вы испытываете колоссальное удовольствие. Вот. А это фундаментальная наука называется. А прикладная наука, когда вы задумаетесь о поле. Так вот в физике твёрдого тела, вот вы сделали фундаментальный, он довольно быстро может найти применение для практики. И когда создавался наш институт, там идея была такая синергетики. То есть вот в одном институте, чтобы было и фундаментальная наука, и прикладная, вот всё в одном стакане. Так, чтобы люди общались, между собой. И были созданы оптимальные условия для этого. Поэтому создавался наш институт. Было решение, что да, надо физику твёрдого тела развивать. А физика твёрдого тела – это не обязательно твёрдое в смысле механическое. Это всё, что, значит, вокруг нас – это всё твёрдые тела. Это тела, которые форму сохраняют. Поэтому это и полупроводники, и материалы конструкционные, и всякое разное. Ну, скажем, физика полупроводников – это тоже физика твёрдого тела, конечно. И магнетизм, и всё вместе взятое. И тогда считали, что это важное дело, и сделали институт. И очень хорошо, что был Курдюмов, который был первый наш директор, и Осипян Юрий Андреевич, который потом был директором, начиная с 1972 года. Где-то, да. И вот была идея синергетики – это раз. А во-вторых, была идея, что сделать всё как следует, чтобы сделать реально хорошее институт. Поэтому в качестве примера много было переняли из института физических проблем, которые вот здесь недалеко. Тогда ещё капица был жит, Пётр Альяньевич. И из института кристалографии, из некоторых институтов мы взяли самое лучшее, что было. Архитектор, когда строили корпус экспериментально-технологический, его Курдюмов возил специально в Германию, в ФРГ, чтобы он посмотрел, как там устроены институты. И он строил по образу и подобию немецких институтов, скажем. То есть был опыт. Но самое главное, что было сделано, это создать атмосферу, понимаете. И вот наш институт, он был уникальным, он слышал, что там с самого начала была создана такая творческая атмосфера, такое вот взаимоуважение, ну, взаимной дружбы. Там все были друзья, понимаете. У нас был, тогда ведь не было уставов в институте. Сейчас в каждом институте есть устав. А тогда уставов не было, а мы написали свой устав. Сейчас он сохранился, он называется теперь не устав, а он называется хартием. Где были написаны, вот как люди, как ученые вообще должны общаться и так далее, и так далее. Правительству не очень понравилось, да, из воспоминания себя, на что... Правительству не очень понравилось, но вот он до сих пор у нас есть, он у нас висит. Мало того, с самого начала, значит, люди, которые принимались на работу, они расписывались, значит, вот я с уставом ознакомлен, я обязуюсь выполнять. Поэтому это было очень такое светлое время, это сохранилось до сих пор у нас все. Ну, вот в своих воспоминаниях Юрий Осипян, он пишет то, что было в те советские годы вообще, в принципе, непросто образовать новый институт, и даже его не отпускали из института черной металлургии, вот я насколько помню. С ней чермет, да, там работал, потому что исходно Курдюмов работал там. Курдюмов очень известный человек, он же, ну, то есть, скажем, в Японию, когда он приезжал, там, в Синдай, в Институт физики металлов, там его было боготворение, то есть, он очень много всего сделал, и человек был очень хороший. Ну, значит, с одной стороны было непросто, а с другой стороны было очень просто, потому что как только совет министров подписал, дальше все начинало тут же, тут же. То есть, все очень быстро было сделано. Тут же построили корпуса очень быстрые и очень хорошие. Ну, не сразу, да, в них переехали, сначала под крылом другого института. Сначала мы в Черноголовке образовался институт, нам соседний институт, институт химической, филиал институт химической физики он назывался, а сейчас он называется институт проблем химической физики. Они нам предоставили корпус на время, как бы, да, поддел, и мы там в этом корпусе работали, пока наш, собственно, не построили. Ну, их построили очень быстро, и тогда все как-то быстро делалось. И тут же набрали ученых, это тоже отдельный разговор, как, где взять, вот, пустой, видите, пустые стены. И дальше, значит, где-то надо взять этих людей, где-то, поэтому кого-то уговорили, что перебраться, значит, бросай работу, давай к нам. И люди на энтузиазм приехали, там, Гантмахер был, сел, Броуды там были, ну, ряд людей, которые шмит, многие люди приехали по-нитовски. Много людей, которые приехали туда, значит, энтузиазм, глаза горят. А чем удавалось так привлечь, заинтересовать? Ну, вот тем, что мы начинали с нуля, и мы начинали хорошо. У нас атмосфера очень хорошая, и она до сих пор у нас очень хорошая. А в хорошей атмосфере приятно работать просто. Это очень важно, когда вы приходите в институт, как на праздник, там нет скловок никаких. Значит, вот все было так. В этом заслуга Осипиана, надо сказать. Ну, и плюс заслуга тех основателей. Многое мы переняли в институте физпроблемы. Многие люди, там, Шажин, скажем, или Васильевич, он принимал активное участие. Он сам не перешел к нам, но он принимал активное участие в написании устава. Вот в уставе все заложено было самое хорошее, что вот мы должны жить дружно. А почему он не перешел? Ну, как-то так. Он собирался переходить, но не перешел. У нас много народу работало. Если посмотреть вот этот вот первый лист, вы потом можете отдельно посмотреть. Вот когда вы расписывались в уставе, чтобы с уставом ознакомились, там просто, там есть много людей. У нас Халатников работал, и вообще много всяких хороших людей прошли через нас. Я должен сказать, что вот нам удалось сохраниться, понимаете. Вот у нас, если посмотрите статистику, вот у нас численность научных сотрудников. Вот у нас как было 200 научных сотрудников, так у нас примерно 200 есть. То есть там народ уезжал, вы помните, 90-е годы тяжелые были. Уезжал за границу, там как-то мы, значит, новых растили. И вот нас 200, так мы это сохранили совершенно легко. Это говорит о хорошей, здоровой атмосфере, сплоченности. Во-первых, хорошая атмосфера в институте, это очень важно, прежде всего для молодых важно. Во-вторых, все молодые – это нами же обученные. То есть у нас система обучения, ну, начинали мы вообще МФТИ. У нас львиная доля людей – это физтех. Физтех, МФТИ, где правильная система образования, как вы знаете. Это знаменитая система физтеха, когда ученых готовит ученых для себя. Когда не один профессор, на него там 20 студентов. А когда вот один, мы начинаем с третьего курса, у нас люди начинают работать, студенты. И работают вот маститые ученые, там доктор наук, вот при нем студенты. Идет вот такая вот передача сразу. То есть вы обучаетесь у станка, это очень важно. Это единственный способ вырастить ученых. Сейчас, на всякий случай, мы еще, помимо физтеха, мы имеем кафедру из высшей школы экономики, с физфака, которая тоже вот по системе физтеха работает. И мы имеем свою магистратуру. И фактически львиная доля людей, которые у нас работают, это нами же выращенные. Понимаете, поэтому они вот с такого возраста, с молодого, уже росли в этой атмосфере. То есть для них это естественная вещь. Они остаются у вас после окончания? Они остаются, нет. Часть, конечно, разъехалась, как вы понимаете, особенно в 90-е годы. Мы, поскольку обучение у нас хорошее, люди толковые, то многие уезжали, конечно. Ну, в частности, вот Гейм знаменитый, да, он у нас диссертацию еще был, аспирантом у нас в свое время. Потом уехал за границу, сейчас в Манчестере и так далее. Многие уезжали, многие уезжали и приезжали. Я сам довольно много времени за границей провел в разных, в основном в Германию, в Японию, в Швеции. Ну и многие так возвращались. Ну и новые делали. И в итоге сейчас мы, слава богу, сохранились. То есть мы, в общем, сохранили. И у нас много молодежи до сих пор. Если мы в институте обратили внимание, на стенки там у нас портреты. Мы специально вывешиваем молодых ученых, чтобы все их выучивали, чтобы знали в лицо. Поэтому все молодые, там, до 30 лет, значит, вот он поступает, он портреты висят. А по каким направлениям подготовка идет студентов? И вообще, вы считаете, вот вся вот эта схема студента для себя, она прекрасно себя... Ну, не только для себя. Часть уходит, но, в принципе, мы готовим как бы для себя. То есть стараемся, хорошо готовим. Я имею в виду, что для себя, когда делаешь, то хорошо делаешь. Так что те, которые, значит, забирают их от нас, где-нибудь за границей, они довольны. Ну, да, давайте поговорим про направление работы института. Какие вообще исследования ведутся? Чем можете сейчас поделиться? Ну, вот смотрите, почти вся физика твердого тела традиционно. То есть это физика полупроводников, а именно сейчас в основном полупроводниковые наноструктуры. Значит, у нас есть... Сейчас очень большой кусок физики полупроводников делается на специально изготовленных, ну, каких-то нано-гетероструктурах, искусственно изготовленных. Эта технология у нас есть. У нас нано-литография есть. То есть мы можем сами для себя делать с хорошим разрешением образцы. Это очень важно, потому что те, у кого нет нано-литографии, те живут, значит, они где-то попрошенничеством живут. Дайте там чего-то такое. Мы можем сами делать. И поэтому фактически мы покрываем всю вот эту современную физику полупроводников, нано-структуры, массу интересных вещей, которые, с одной стороны, интересны как, ну, просто с точки зрения физики, фундаментальные. С другой стороны, они сейчас находят всякие применения такие, и в будущем они будут применяться для квантовых всяких устройств, для квантовых устройств, потому что сверхтекучее состояние. Это прям как в сверхпроводнике электронный газ, который сверхтекучий, и поэтому сверхпроводниками занимаемся тоже всякими. Мы же публикуем же много статей, больше двухсот статей в год, хороших, в хороших приличных журналах. Все их пересказывать, это же понимаете, сколько времени. Поэтому эта вот часть полупроводниковая сильно растет, и оптика, и прочее. И это с одной стороны, а с другой стороны, скажем, вот нужна водородная энергетика, нужна экология, солнечная батарея, мы тоже этим занимаемся. Ну, в частности, вот эти топливные, у нас довольно большие работы. Три лаборатории этим занимаются, так или иначе, водородной энергетикой, топливными элементами, значит, электролизерами и так далее. Это тоже такая топовая вещь, которая пригодится скоро. Занимаемся активной инженерией дефектов в полупроводниках. Это тоже важно для развития солнечной энергетики. Вы же понимаете, что будущее человечества, все-таки основной источник энергии, это будут солнечные элементы. Ну, они уже сейчас довольны. Много это развивается экспоненциально. Производство солнечных элементов удваивается каждые два года. То есть это быстро растущая область. Кроме этого, мы занимаемся просто конструкционными материалами, композиционными материалами для высокотемпературных применений, для всяких, на основе молибдена, скажем, на основе карбидокремния, то есть всякие жаропрочные материалы, которые тоже очень нужны. Ну и так далее. То есть мы покрываем почти все. Почти всю физику твердого тела, да. Ну и, естественно, мы и с другими институтами сотрудничаем, конечно, и с нашими, и с западными. Сохранился сейчас вообще вот этот уровень дружественного сотрудничества, как в самом начале существования института, когда все помогали и делились какими-то своими зданиями? Ну, сейчас у нас такой необходимости нет, у нас все есть свое. Но все равно какое-то разделение. Кто-то что-то умеет делать, скажем, например, в Институте физики полупроводников в Новосибирске. Там умеет что-то растить, какие-то вещи, какие-то полупроводниковые штуки, которые мы не умеем. Поэтому мы обмениваемся, они нам дают, мы им что-то даем. То есть, конечно, это самая физика, такая наука кооперативная. Поэтому, ну и за границей многие эти самые образцы, конечно, у нас были за границей, из Германии в основном, Юрсбург. Сейчас, конечно, немножко это взаимодействие угасло, но не совсем просто. Сейчас время такое пока. Я думаю, что все еще вернется. Сейчас с международным сотрудничеством какие-то уже возникли проблемы. Из-за этого есть какие-то проблемы с поставками, допустим, необходимого оборудования какого-то? Или пока всего хватает? Пока мы живем, ну понятно, что сейчас санкции. Все мы понимаем, что такое санкции. Поэтому сейчас, конечно, проблемы есть. И с закупками, и с запчастями. Они остро ощущаются или в принципе... Ну как-то пока мы живем. Наверное, может через некоторое. Но пока мы обходимся. То есть, такая катастрофа, прям чтобы ах, и все. Значит, пока ничего. Потом, ну сами научимся. Ничего страшного. С такими-то специалистами? Научимся, да. Давайте поговорим немножко про то, как институт появился впервые в вашей жизни. Поделитесь своим первым воспоминаниям. Ну, у меня-то... Я был студентом физтех. Вообще у нас альвийная доля наших научных сотрудников – это физтех, конечно. Поэтому я был в 66-м году поступил на физтех. Был в 622-ю группу зачислен. Это значит, что начиная с третьего курса я вот здесь, неподалеку в институте физпроблем был. В лаборатории Капица Петра Леонидовича. У Боровика занимался магнетизмом и так далее. Потом закончил, значит, физтех здесь. И надо было куда-то отправляться. Дальше я поинтересовался, а дадут в Москве квартиру? Мне объяснили, что не-не-не, квартиру в Москве не дадут. А где дадут? А вот в Черноголовке дадут. И тогда, значит, меня подвели к такому молодому директору Осипиану. Говорит, вот он тебя и возьмет. И он меня взял. И в 72-м году я переехал в Черноголовку. Поступил на работу в институт. Сначала стажер-исследователь, аспирант. Раньше такая система была. МНС, старший научный ведущий, завлав, замдиректора. Потом где-то с 2002 года по 2017 отработал 15 лет директором. Ну и теперь продолжаю уже как главный научный сотрудник. Так что фактически всю жизнь, вот не меняя, ну с отъездами куда-то за границей иногда, но это нормально. У нас практически все, ну у нас как правило было, вот я помню, что во все времена было в год примерно 200 человек выездов за границу на 200 научных сотрудников. То есть практически каждый куда-то там уезжал месяца на два, на три поработать. Это было нормально. И это было очень полезно, я считаю, потому что наука, она же международная, она особенно фундаментальная наука. Поэтому общение с западными коллегами очень полезно было и для нас, и для них. Вот вы лично знакомы с, ну не то что главным идеологом, но вот действительно отцом-основателем института Юрием Осипяновым. Можете рассказать вот ваши воспоминания о нем, какой он был? Ну, он был очень приятный человек, ну иначе бы он институт такой не создал, потому что вот он понимал, что очень важно иметь хорошую атмосферу в институте, он всячески ее создавал. То есть я вот сколько помню, никаких конфликтов у нас никогда не было, все это гасилось, и ну просто с ним приятно было общаться и говорить. И многие вещи, я до сих пор, эти многие его советы, например, совет такой, он говорит, знаешь что, Виталий, если тебе что-то не хочется делать, ты и не делай. Это хороший совет. В общем, он очень мудрый человек, у него много мудростей всяких было, например, если не хочешь сегодня на работу уйти, ну и не ходи, рано или поздно захочется. И действительно, вы можете посидеть там три дня дома, но надоест вам, вы пойдете на работу. Ну и все такое, у нас же раньше принято было работать в охотку, он никогда не требовал, чтобы в 8.00 пришли, там, когда захотите, да и придете, но зато народ там приходил в 10, но и сидел на 10 вечера тоже. Ну такая вольная была система, а свобода творчества, это есть такая, понимаете, в науке ведь работаешь ради удовольствия, а тогда удовольствие, когда получаешь, так и не надо ничего заставлять. Люди сами работают от души, вот так было устроено, это было правильно, никто ничего не заставлял. В общем, он очень правильный человек был, очень мудрый, и он был молодой еще сам, при этом, у него отдельные истории, вы же, наверное, книжку прочитали уже там, у него много всяких с ним историй, которые я не хочу пересказать. Ну, и как-то я пришел к нему, он сразу взял меня в свою лабораторию, так что я в лаборатории у него и был. Потом в какой-то момент он сказал, что-то это все-таки я директор, это самое, вот забирай-ка ты в мою лабораторию. Я стал у него за флагом, у него лаборатория. Потом, когда я стал директором, я эту лабораторию дальше передал, Бредихим Сергею Ивановичу, который занимается топливными элементами. По наследству пришла? По наследству, да. Ну, в общем, как-то, и там много таких морально-этических вещей очень важных. Ну, например, у нас же, у наших людей обычно публикации, вот понимаете, есть места и институты, где за флаг или директор института подписывается под всеми статьями, часто их не читая. У нас это не принято, у нас вы автором статьи, вы становитесь только, если вы реально ее делали. Потому что, ну, есть понятие, понимаете, есть, это очень важная вещь, в институте есть понятие репутации. Вот сейчас, к сожалению, насаждается эта идея, что вот надо, вот статей чем, вот много, у тебя сколько статей? У меня 300, а у меня 400. А какой у тебя хиш? Вот у меня хиш 30, оу, а у меня 40, понимаете? Это бессмысленное дело, потому что человека надо ценить не потому, сколько у него статей, а что он хорошего, вот ты что хорошего получил? Это есть репутация. И репутация, она зарабатывается годами, а потерять ее можно за 5 минут, поэтому это очень такая важная вещь. И вот эта вот идея репутации, она все время, она в институте и была, и сейчас еще есть. Это очень важное дело. А что значит репутация? Должен быть порядочный человек. Потому что в науке самое ужасное, что можно придумать в науке, это вот набрать. Потому что ведь если вы набрали, то дальше другой человек прочитает вашу статью и поверит вам, и дальше пойдет вообще все-то наперекосяк. Вот поэтому очень важно говорить правду. И в науке очень жестко наказывается, если кто-то, значит, что-то начинает лукавить. И, слава богу, в физике действительно лукавства очень нет. Ну, то есть, в общем, мало бы. Бывают случаи скандальные, они всем известны. Бывает такое, что публикуете статья, а потом выясняют, что это воронье. К сожалению, во многих областях физики, не физики, а, скажем, в биологии довольно много, там нельзя сказать, что врут. Есть понятие, не воспроизводится. Вот вы берете, статья написана, возьмешь это и это, там смешаешь, там это будет так. И ты берешь вот это, смешиваешься, а нет, не так. Несложно проявить. Это, значит, никто не называет, это называется не воспроизводится результат. И тогда это ужасно, конечно. То есть, надо да, все проверять. Вот в физике более-менее все так, но все-таки это очень важно. И вот мораль очень важна в науке вообще. И в нашем институте она всегда наслаждалась. Вот понятие репутации. Вот у него хорошее, он сделал вот это, и это, и он порядочный человек. Вот это важная вещь. И вот это насаждалось как бы с самого начала. Ну, не только Осипианом, там был у нас Ганн, вот отцы-основатели были. Потому что Курдюмов тоже был очень порядочный человек, Гантмахер, Сева. Ну, в общем, у нас все были люди очень порядочные. Нам повезло в этом смысле. Ну, и много переняли мы из института физпроблемы. А институт физпроблемы, это было понятие Капица, он приехал от Резерфорта из Англии. Так что он привез вот этот стиль английский, Резерфортовский. Поэтому это как-то вот... И нам тоже немножко досталось. С успехом адаптировать. Мы это поддерживаем, да. Ну, 60 лет – это такая большая дата. Это больше полвека. Технический прогресс не стоит на месте. Внедряются инновации, лаборатории оснащаются. Как вы считаете, вот оглядываясь назад тогда и сейчас, насколько сильно изменился институт? И удалось ли все-таки сохранить его первоначальный дух? Ну, судя по нашему разговору, действительно, вот эта вот атмосфера, честь, репутация – это все-таки до сих пор важно. Дух сохранился, атмосфера сохранилась, оборудование и раньше у нас было довольно хорошее, и сейчас довольно хорошее. То есть мы все-таки успешно его обновляем, но как-то более-менее держимся. То есть у нас вполне прилично. Есть и технологическое оборудование, нужное, ну вот, скажем, нанофабрикации, то есть электронный литограф, чистая зона, все эти вещи. В области материалов у нас есть вещи уникальные, скажем, у нас, пожалуй, единственное место у нас в институте, где мы можем работать с тугоплавким металлом, мы можем, ну, из сохранившихся, наш институт чуть ли не монополист в области, например, изготовления молебдановых всяких чистого молебдана, сплавов молебдана, которые сейчас очень нужны. И, ну, в общем, многое, многое, сохранили многое. Какое-то оборудование старое, какое-то новое. Там еще, понимаете, в чем раньше была эта самая наша сила? Мы работали, очень много вещей делали на самодельных установках. И это важно, потому что, когда вы берете стандартную установку, то вы на ней получаете стандартные вещи. А если вы хотите что-то новое сделать, то очень полезно сделать такую самодельную какую-нибудь, свою установку. Часто практикуется? Часто практикуется до сих пор. То есть мы создаем свои какие-то, создаем установки, на которых действительно можно что-то новое сделать. Как-то я в Москве встречался и некоторое время провел такой ОМАН. ОМАН, он получил Нобелевскую премию за эти самые, за синие светодиоды, вот за светодиоды. Хорошая Нобелевская премия, видите-ка, все работает. Он, значит, ну, там трое их было, два пожилых профессора, он был как раз молодой среди них. Это его чуть ли не дипломная работа была. И он мне рассказывал, что ты знаешь, вот почему нам удалось эти светодиоды сделать? У нас не было денег, чтобы купить стандартную установку. Если бы у нас были деньги, мы бы купили стандартную установку, и на ней бы мы ничего не вырастили. А у нас денег было мало, мы, поэтому самодельная у нас установка такая, ну, в общем, самодельная. И вот именно благодаря этому мы все сделали. Так что это вот тоже из той же оперы. Надо это брать на оружие. Надо это брать, потому что на стандартной машине много... Даже если мы покупаем стандартную машину, мы ее переделаем, как правило, чтобы были какие-то возможности, а у других нет. И это очень важно еще. Что бы вы хотели пожелать людям, которые трудятся на благо института, своим научным сотрудникам? Получать удовольствие от работы. А для того, чтобы получать удовольствие от работы, надо получать результаты. Потому что удовольствие – это когда вдруг ты видишь что-то такое новое, чего никто еще не видел. И это и есть удовольствие. Пусть такого удовольствия будет побольше у них. Виталий Владимирович, большое спасибо за беседу. Еще раз поздравляю и желаю Институту прорывных достижений, а сотрудникам успехов и научного долголетия. Спасибо. 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 Спасибо.